Всем еще раз привет! Тема звучит достаточно мрачно. Первый слайд, черный, со Сталином и с Даниилом Харамсом, тоже не предвещает ничего хорошего. Но вообще, сегодня должно быть весело в какой-то момент. В какой-то момент должно быть грустно, по законам драматургии, в конце все будет хорошо. Собственно, почему, казалось бы, такая тема, экстенциальный выпуск Сталина? Ну, как бы, я не буду вдаваться в исторические параллели, вообще это дело такое пустое. Тем не менее, абсурдисты — это крайне недооцененная литературная группа вообще в России. У нас, я буду опираться на школьную программу, я часто работаю со старшими школьниками. И в целом мы все время говорим, вот у нас как бы есть какая-то там Серебряный век, вроде бы там что-то еще какой-то Шолохов, потом провал, потом начинается Великая Отечественная война, а что происходит дальше, там уже по обстоятельствам, что уже школьный литератор дал вам пройти. И этого, кажется, недостаточно. И у нас все время оказывается такой небольшой гэп в 20-е и 30-е годы, такой, честно говоря, совершенно ничем не заполненный как будто бы. Кто-то там доживает свои последние годы Серебряного века, кто-то доживает их в эмиграции, кто-то доживает их в заключении или же в невозможности писать самостоятельно, точнее писать и публиковаться, а пишет все в стол. Но есть авторы, которые не были известны примерно до 1987 года. До 1987 года, может быть, вы знаете, что у нас был закон о цензуре в Советском Союзе, который вступил в силу в 1918 году. И в дивном указании, подписанном Владимиром Ильичем Лениным, было сказано, что закон о цензуре будет отменен, как только все наладится. Все наладилось в 1987 году, и примерно с этого же момента мы начали изучать взрослые творчества абориутов. Плюс до этого у нас были детские стихи, и на слайдах мы сегодня поговорим о детских стихах, и вы, наверное, обнаружите некоторые знакомые произведения, которые, может быть, вам читали, или вы уже читали кому-то. Тем не менее, почему такая тема? Потому что это в целом некоторая надежда на то, что если даже в течение вашей жизни что-то не получилось, если сейчас то, что вы делаете, кажется очень странным, запутанным, никто в целом не разделяет ваших интересов, то у вас всегда есть надежда на хорошее посмертие. Все будет хорошо. Собственно, начнем мы с грустной ноты, такой несколько ошарашивающей. Мы видели прекрасного молодого Хармса, Даниила Хармса, самому, мне кажется, известное имя из абсурдистов. Это он же, но в 1941 году. Это его последняя фотография, сделанная в психиатрической лечебнице, которая принадлежала НКВД. Прочитаю кусочек, он есть у вас на слайде, но прочитаю его самостоятельно. Это кусочек, который был переписан со слов Даниила Хармса, переписан был, внесен в протокол. Нельзя говорить, насколько он правдив, тем не менее, слова, которые теоретически могли принадлежать Хармсу, там есть. Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден, или умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камень на камне. Тогда же сдастся и болтфлот, а Москву уже сдадут после этого без боя. Если же мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру. Пусть меня расстреляют, но форму я не одену, и в советских восках служить не буду. Не желаю быть таким дерьмом. Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боев с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в их из этого же пулемета. Собственно, это слова, которые говорит Хармс в достаточно ранний период войны. Это июль-август. Сложно сказать, в какой конкретный момент он давал некоторые показания, но у Хармса была всегда стратегия. Он знал, что его арестуют. Его арестовывали уже в 31-м году, его начали травить в 37-м. В 41-м году беда дошла до него, и у него всегда был план. Он планировал имитировать сумасшествие, и, честно говоря, Хармс в своей жизни был настолько эпатажным персонажем, что не сильно понятно, было ли у него какое-то действительно ментальное отклонение, или же он так хорошо имитировал. Для того, чтобы имитировать собственное сумасшествие в то время, когда за ним приехал знаменитый черный воронок, он собирал с собой всякие склянки, он забрал с собой кошелек, в котором не было ни фотографии жены, ни фотографии родителей. Зато там был автограф одного из его друзей, который тоже был поэтом. И в целом все время какие-то там были чеки, какие-то списки покупок. Все это было достаточно хаотично. И возникает вопрос, почему человек в свой условный последний путь не взял чего-то значимого. Может быть, в этом действительно было проявление уистинного сумасшествия, может быть, наигранного. А может быть, Хармс считал, что все вот эти заметки, все чеки, списки покупок, последние автографы, обрывки каких-то бумажек оказываются для него истинно важными. Тем не менее, в 41-м году Хармс оказывается в психиатрической лечебнице, и уже оттуда больше никогда не выходит. Тут, чтобы перевести нашу лекцию на чуть более веселую ноту, давайте откатимся на 40 лет назад, чуть меньше, чем 40 лет, и посмотрим, с чего же все начиналось. Лекция у нас заявлена как абориуты. Это некоторое литературное объединение, и мы будем говорить про них. Но Хармс у нас будет таким проводником, нашим Вергилием, который поведет нас по всей этой жизни, потому что он крайне показательный пример. Вы тут можете заметить, это молодой Хармс. Выглядит как милейший ребеночек, у него все хорошо, и на самом деле у него действительно было счастливое детство. Как многие, у которых было достаточно счастливое детство, он о нем практически не упоминает. К примеру, у нас есть Цветаева, у которой много стихотворений о матери, мы знаем ее тайное внутреннее соперничество за мать, между ней и ее сестрой. У Хармса же было милое детство, родители его были же люди своеобразные. Его отец, Иван Павлович Ювачев, Хармс это псевдоним, который потом сам автор возьмет себе в качестве второй фамилии, он на самом деле был народовольцем, и какое-то большое время провел в Петропавловской крепости в одиночной камере. Пока он сидел в одиночной камере, он пережил некоторый духовный переворот, и когда его пришли предложить ему переехать в монастырь, он сочинял собственные молитвы, читал Библию и сказал, что он не достойный идти в монастырь, и остался в этой Петропавловской крепости. Никуда оттуда не ушел. Ну, казалось бы, выглядит он как такой типичный символист, он посещал религиозно-философские собрания символистов, участвовал в споритических сеансах, тогда это было модно, это как бы нормально. Ну и плюс, ну да, было революционных взглядов, что не сильно, кстати, отразилось на его сыне. Наиболее интересный, на мой взгляд, родитель это мать. Ее звали Надежда, и она, на самом деле, стала его матерью достаточно поздно. Она вышла замуж только в 33 года. Казалось бы, чем девушка занималась за этих лет? 33 года, несмотря на 20 век, в возрасте уже как бы поздний. Она была неожиданно директором убежища. Что же такое убежище? Убежище — это специальное заведение, которое мы сейчас назвали таким убежищем ресоциализации. Туда поступали женщины, которых выпустили из колоний женских, и там они приобретали работу, навыки, всячески пытались, как бы, ресоциализироваться. Она была директором долгое время, и маленький Даниил тоже родился в этой же квартире. В этой квартире при этом же убежище. Воспоминания об контактах с воспитанниками, с, скажем, подведостными женщинами Надежды, остались у Даниила самые яркие, его все обожали, давали ему слушать патефон, все его качали на ручках, все было прекрасно. То есть это не было абсолютно маргинализированное действие, однако судьба Надежды была достаточно трагической. Об этом мало известно, и в целом она не оставила практически никаких воспоминаний, кроме как ответных писем ее мужа к ней. Скорее всего, она в подростковом возрасте прижила инцестуальное насилие, что сильно повлияло на ее жизнь, и как раз на выход замуж в таком, на тот момент, достаточно позднем возрасте. Тем не менее, несмотря на собственные сложные очень отношения с отцом, она обожала всех детей, она баловала их, она им потакала во всех их хобби. Так, например, юный Хармс, за что бы ни брался, все считали, что вот именно это увлечение станет обязательным его каким-то жизненным призванием. Так он увлекся в какой-то момент техникой, и он действительно будет в дальнейшем оканчивать колледж на электротехниках. Все считали, что он будет юным изобретателем. Но Хармс избежал этой участи и выбрал для себя участь поэта. Важное замечание. Хармс никогда, в отличие от поэтов Серебряного века, не был карьерно или финансово успешным. Вообще никогда. Несмотря на его симпатичный псевдоним, вот это слово Хармс, вот это вот charm, harm, что-то напинает нам одновременно из английского языка, как что-то очаровательное, charming, и одновременно ужасное, как harm, какой-то вред приводящий. Сам Хармс в основном перебивался подработками в детских журналах, жил иногда на помощь родителей, когда это было возможно в подростковом возрасте, но в целом, чем он конкретно зарабатывал на жизнь, достаточно сложно сказать, поскольку мы не знаем, кто такой Хармс. Почему мы этого не знаем? Потому что вся его жизнь была построена, как некоторые театрализированные представления. Он все время изображал из себя что-то. Ну, представьте, на дворе 1918 год. Петроград. Казалось бы, кого можно на улице встретить? Да кого угодно в целом. Каких-то голодных, обездольных людей, они все очень нахмурены, они не знают, что делать. Там есть какая-то кучка поэтов, которые, значит, говорят, что нужно сейчас воспитывать пролетариев, там вот Гумилев рядом с ними. Есть какая-то кучка очень грустных ребят, типа Ахматовой, которые такая, о боже мой, какую страну потеряли. И есть Хармс. Хармс, который каждый раз выходит из дома, на нем шляпа-цилиндр, на нем длинный сюртук с огромным лацканом до колен. Он потом его обрезал, ему надоело, но в целом лацкан был до колен. У него в руках трубка, и он ходит с тростью. У него еще такие, знаете, гетры на манер пожей при каких-то императорских дворах, такие по колено. И он, значит, идет. По своим рассказам он брал трость для того, чтобы бить ею детей, которые ходили по улице, и мы надоедали ему. В общем, Хармс был таким неординарным персонажем, и кажется, что это было построено в основном на его большой внутренней уязвимости. Был очень эмоциональный, возможно, очень замкнутый в себе, и поэтому вот эту эмоциональность он затмевал театрализацией своего появления. Он все время приходил, он все время ввел со всеми такие разговоры, возвышенные-возвышенные, но все-таки несколько абсурдные. Его не занимали особо тема «Если Бог», Хармс точно был уверен, он есть, он постоянно молился по мелочам или по большим ситуациям. Он говорил о каких-то пустяках, о безделицах, и это мы найдем в его тексте. Поэтому Хармс стал одним из показателей той эпохи, может быть, тех людей, которые нашли вот такой особенный выход для себя, как справиться с сложной, переломной ситуацией. Для человека, который родился в 1905 году и умер в 1941, в этот сложный, тяжкий период, казалось бы, что еще делать, кроме как носить какие-нибудь длинные-длинные ласками. Поговорим немножко про историю, про историю культуры. Я все-таки занимаюсь с вами литературой, и вот тут мне нужна будет ваша помощь. Представьте, вы человек в Российской империи в середине 19 века, вы интеллигентный, до вас что-то доходит какие-то сведения, вы читаете газеты, книги, вы просвещенные, может быть, вы либеральный, может быть, консервативный, это не важно. Нам нужно что-то такое вспомнить, что в целом ломало бы мозг человека 19 века абсолютно. Что-то из изобретений науки, культуры, философии, чего бы то ни было. Может быть, кто-нибудь предположит, что же такого должно было случиться в середине 19 века, чтобы пошатнуть, казалось бы, устойчивое мировосприятие человека того времени. Какие-нибудь варианты? В середине 19 века? Не только Россия, да? Не только Россия. Весь мир. Мы образованы, мы читаем газеты, мы все знаем. Марксизм. Марксизм. Ну, марксизм, марксизм. Так, а почему он должен шатать мое мировосприятие? Ну, земли там, как бы крестьянам, ну, как бы, ладно, давно говорили, что мы их недавно отобрали, можно отдать обратно. Так, что-нибудь еще? Какие-нибудь еще варианты? Подсказка. Это что-то, что должно было пошатнуть религиозное мировое восприятие человека. Бога нет. А кто сказал, что Бога нет? Ницше. Ницше. Так, что Ницше сказал? Он умер. А что это он умер вообще? Ну, нужно его переродить в себе, я показываю все. Ага, и как тогда я буду называться, если я перерожу в себе Бога? Сверхчеловек. Сверхчеловек, да. Должна была быть шутка про Богоматерь, но никто не поймал ее. Ну, ладно. Хорошо, Ницше. Ницше мы запомнили, но на чем-то опирался Ницше. Сверхчеловек должен был стать некоторым продолжением человека, некоторой высшей ступенью. А кто у нас придумал, что вообще есть всякие ступенечки? Дарвин, да, спасибо большое. Что придумал Дарвин? Несмотря на то, что вся работа Дарвина вообще достаточно религиозная, он там восхваляет Бога и говорит, что как здорово, что он даровал мне это знание и возможность изучать мир, Дарвин вообще говорит, что мы такие усовершенственные обезьянки. Ну, как бы мы вот были с маленьким черепом, потом побольше, побольше, к сожалению, больше было нельзя, потому что бедра женщины ограничены, рожать было неудобно. Мы такие, новое обновление обезьянок. А что нам религия говорит? Мы кто? Как мы появились? Копия Бога. Мы копия Бога, да. Мы, конечно же, по образу и подобию, мужчины и женщины, все здорово. Разница велика. Мы просто усовершенственные обезьянки или мы по подобию Бога. И это начало несколько ломать мир восприятия человека, потому что, если нет Бога, то нет и бессмертия, и нет бессмертия, непонятно, зачем вот вести себя тут хорошо, вообще непонятно, зачем соблюдать эти многочисленные правила и догматы. Ну, ладно, с этим мы как-то пережили. Хорошо, мы как бы смирились с этим. Дарвин, может быть, не прав. Веру это пошатнул не сильно. Потом пришел Ницше. Ницше, который говорит, что, смотрите, у нас уже были какие-то ступени эволюции. Ну, мы же, мы же слабые, глупые, нам больно, мы умираем, в конце концов. Должен прийти кто-то, кто заменит нас. И рождает идея о сверхчеловеке. Сверхчеловеком невозможно стать, можно только родиться. Поэтому, что остается делать простым смертным вроде нас с вами? Бывать старушек. А, нет, убивать старушек можно только в качестве сублимации. А по-хорошему, что надо делать? Можем ли мы как-то изменить эту ситуацию? Отпустите. Отпустите. Да, принять. Все принять. И Ницше еще предлагает стать перегноем под ногами нового сверхчеловека. Ну, так, депрессивненько. И последнее изобретение, которое тоже шатнуло, не сильно, но особенно массовую культуру оно шатнуло на том уровне, который тогда был. Что в конце века изобрели такого, два изобретения, можно сказать, что оба из них есть в этой комнате, которое повлияло на психику человека. После чего люди просто разбегались в ужасе. Не проектор? Почти. Не электричество. Не электричество давно изобрели? Ну, кинематограф. Кинематограф и статичный кинематограф. Фотография. А почему? Ну, кинематограф, видящий картинки, здорово, классно, чего б нет-то? Почему это может шокировать кого-то? Особенно из тех, кто никогда не был знаком с большим количеством живописи и вообще жил в своей темной избе и, в общем, беды не знал. Узнал, конечно же. Почему это могло удивить? Это удвоение реальности. Так, ну, удвоение, удвоение и чего? Ну, страшно, нет с этого объекта, он есть. Да, да, вообще непонятно. Мы всегда думали, что поезд это поезд, вот он там шумит, у него колесики, он делает чух-чух, а тут неожиданно вы сидите в комнате, а поезд начинает проезжать прямо через стену. И вы, может быть, знаете, что на презентации первых кинофильмов «Люмьер» люди разбегались вообще просто ужас. Собственно, да, и человек чувствует себя крайне неуютно, потому что, ну, какие-то там, как бы мы не берем социально-исторически, я просто не экспертка в этом, но мы знаем, что он там бурлит, мы вот говорили про марксизм, здорово. И в целом, бога нет, мы какие-то несовершенные, неподобия бога, да еще и реальность двоится, и что самое обидное, можно раздвоить нас, можно нас сфотографировать и расклеить на любом столбе. В целом, понятие некоторой личности, целостности личности абсолютно утрачивается, потому что, ну, вообще не ясно, как жить, поскольку я теперь не принадлежу себе, я принадлежу почему-то общественности. И тут у нас возникает декаданс. Декаданс — это вот этот большой спад, мы нырнули, бога нет, нужно поклоняться дьяволу, вообще все бессмысленно, хочу умереть, хочу спиться, в общем, все ужасно. Возникает Серебряный век. Серебряный век у нас возникает и длится, ну, по мнениям экспертов, до 14-18 года. Потом приходит революция, сначала случается февральская, потом октябрьская, в общем, приходят большевики, и как бы Серебряный век потихонечку чахнет, а на самом деле прореживается усилием большевиков. После Серебряного века должен был настать такой же спад. И в целом он наступает. И как раз вот в этой лакуне, как бы между вот декадантсом Серебряным веком и вот чем-то там, что наступит только вот во время Великой Отечественной войны и после, и находятся наши абориуты. Такое ощущение, когда старого мира, мира привычного, мира пусть и кипящего, пусть и разногласного, пусть и какого-то несправедливого, но мира Российской империи больше нет, и нового мира тоже нет. И непонятно, что с ним делать. Да? А почему появился этот мир? Был декадантс. Да. Почему появился этот мир? Ну, это в целом некоторые как с экономикой. Все время есть некоторый спад. Люди не могут постоянно страдать. Им нужно выдумать что-то. И у вас же причина такая. Мне кажется, что просто появились люди, которые были готовы взять на себя ответственность за некоторое перепридумывание Бога. Поэтому появилось очень много религиозных, философских кружков, где люди устраивали церковь на троих и так далее. Люди не могут долго находиться в ощущении, что вообще все ужасно. И был некоторый рассвет, потому что позволялось печататься, позволялось собираться. В какой-то момент отвоевали свободу собраний. Очень условно, но отвоевали. И как-то все пошло-поехало. Длился, на самом деле, недолго. Церебренный век считают, что длится с 90-го по примерно 17-й год. Примерно 3 до 10-летия. Чуть меньше, чуть больше. Понятное дело, что декаданс там еще долго тянулся. И тянулся он примерно до десяток годов 20-го века. И так вот отголосками появлялся то тут, то там. И можно сказать, что он воплотился в ощущении тотального провала революции. Во-первых, потому что мы сначала теряем Российскую империю, а потом и идею о прекрасном СССР будущего ничего другого не происходит. Вот. И вот в этом спаде как раз находятся наши абориуты. И мы поговорим про их ценности и как они пытались своими абсурдистскими лапками выгребать из той ямы, в которой они оказались. И у них, возможно, получилось, если бы не наступили 30-е года и НКВД не получило распоряжение на некоторую такую массовую зачистку. Давайте посмотрим еще между чем и чем оказались наши абориуты. У нас были акмиисты в туристы. В общем, несколько литературных течений. Очень коротко акмиисты концентрировались на том, что нужно называть предмет именно так, как он назван. Им нужно иметь в виду именно этот предмет. Например, если я говорю розы, я имею в виду розы, я не пытаюсь как бы моргнуть читать или сказать, что на самом деле это не роза, это девушка, как делали символисты. Акмиистам вся вот эта двухсмысленность не нравится. Роза есть роза. Футуристы же, вы наверняка слышали, что нужно снести с прохода современности, сбросить Пушкина, Толстого, всех сбросить. Все, кто сбрасывается, пусть будут сброшены. В общем, футуристы такие певцы нового. И они тоже пытались экспериментировать со своим языком, с тем, как это будет организовано, новая страна, новый язык. И в целом, ни абрютам не нравились ни те, ни эти. Абрютам вообще никто не нравился. Хотя, казалось бы, они очень похожи на футуристов в их некоторой эпатажности. Но это далеко не так. Посмотрим на стихотворение Манглештама. Это стихотворение Акминиста, оно вот издевается над некоторыми романтическими символами, которые тут зашифрованы в образе батюшкова. Прочитаю вам. Нет ни луна, а светлый циферблат сияет мне. И в чем я виноват, что слабых звезд я осизаю млечность? И батюшкова мне противно спесь. Который час его спросили здесь? А он ответил любопытным. Вечность. Казалось бы, простой прямой вопрос, сколько времени? Батюшков, который романтик, он отвечает, что вечность. На самом деле, это довольно грустная шутка, потому что батюшков был действительно писательным романтиком и в какой-то момент сошел с ума. И постоянно у всех спрашивал, сколько времени. Поэтому это довольно грустная шутка. Это не потому, что Осип Мандельштам такой злой и вообще издевается над бедным, уже почившим на тот момент батюшковым, но здесь очень видна разница между некоторым мироощущением. Вот те, кто перепридумывали Бога, те говорили, что вечность. Неважно, который час, мы все уже в некотором таком двоемире живем. Неважно абсолютно все эти ваши условности. Акмисты пытаются вернуть какую-то ощутимость, узнать, что сейчас 3 часа или сколько у нас тут, вот 19.35, например. И вот эту предметность частично заберут себе абориуты. Как бы я поднимаю слово «шкаф», потом я ставлю шкаф на место. И вот это слово «шкаф», оно уже обозначает не просто «шкаф как предмет», а само слово. Тут в качестве примера можно вспомнить картины Рене Магрита, где нарисована трубка и написано «это не трубка». Может быть, кто-нибудь их помнит и попробует мне ответить на вопрос «А что это вообще тогда такое, если это не трубка?» Рисунок трубки. Рисунок трубки, конечно, да. У меня нет трубки, у меня есть рисунок трубки. И здесь примерно то же самое. Абсурдисты идут еще дальше. Они говорят, что ну слово так слово, хорошо, но у этого слова нет никакого другого, как бы, означающего. Поэтому мы берем вечности. Вот вечности — это просто некоторые, сколько там букв? Букв 8, по-моему, 7. Больше ничего под вечности не подразумевается. С другой стороны, у нас есть футуристы, с которыми в какой-то момент абсурдисты пытаются обротаться, но футуристы постоянно хотят, чтобы вы продвигали левые идеи, вы, значит, писали стихотворения на благо общества. Абсурдисты вообще не понимают, что это за благо общества и почему они должны что-то писать. Прочитаю тоже Владимира Маяковского. Глаз ли померкнет орлей, встал или станем пялиться, крепи у мира на горле пролетариата пальцы. Грудью вперед бравый, флагами небо оклеивай, кто там шагает правый, левый, левый, левый. Это кусочек стихотворения, не весь, но в целом тут не так уж много игры со словом, хотя достаточно интересно у мира на горле пролетариата пальцы, что-то такое агрессивное, но в целом оно должно нам нравиться. И вот это вот левый, 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 что-то напоминающее нам марш, такую доктрину, то, что отрицает все предыдущее. Это тоже чуждо абариутам, абариуты вне любой практической ценности. Искусство должно быть ценное само по себе. Оно частично отсылает к чистому искусству 19 века, когда какой-нибудь Некрасов пишет про крестьянку молодую, которую стягают на сенной площади кнутом, тетя-тетя пишет о цветочках. Вот. А в целом абариуты чуть-чуть про это. В общем, мы немножко посмотрели контекст, в общем, мы не те и не эти, нам они не подходят. Ни совсем прагматичность нам не подходит, ни некоторая идеологичность нам не нравится. Можно вопрос? Вы привели пример почему-то на Яковского, а почему вы не привели пример Хлебникова? Потому что Хлебников им чуть-чуть нравился. Потому что у Хлебникова... Потому что футурист, почему вы его? Потому что, когда мы говорим как бы про такой чистый футуризм, фильм Мир Хлебников больше, чем футуризм. Он немножко выходит за грани, он экспериментирует больше со словом, и он не уходит, как другие футуристы, в чистую агитацию потом. То есть Маяковский, если посмотреть на его раннее творчество, оно окейное. Смотришь на его позднее, там 25 стихотворений на 40 лет какого-нибудь завода. Нет, я вас спросила про Хлебникова, именно потому что он ему нравится. Да, это правда. Но это просто как от противного. Типа, что нам не понравилось? У Хлебникова им нравились эксперименты с языком, но вне идеологической направленности. Окей, идем дальше. Немножко про абориу. На самом деле абориу было одним изначально как искусство левого фланга, похоже на, на самом деле, футуристов, но в дальнейшем они назвались объединение реального искусства и намеренно исказили эту аббревиатуру. Существует разночтение. Я, как человек с несовершенной орфографией, очень люблю, что абориу можно писать аобериу, аобириу и так далее. Сами же абориу-то называли себя по-разному, но мы используем каноническое, то, что у нас осталось из записи Даниила Хармса, абориу. У нас есть четыре члена абориу, которые фактически являются членами только потому, что так решили литературоведы. У нас, на самом деле, классическими абориутами является только Хармс, вот он в шляпке, и Александр Веденский, вот как бы параллельный ему. Заболоцкий, вот этот милый юноша в очках и обычно в военной гимнастерке, и Николай Олейников, они присоединены к ним постольку поскольку. Нежели, они скорее не вступали в эту группу, и важно понять, что эта группа очень условная. Она как бы не существовала там на каком-то бумаге, декларированная, существовала в бумагах внутри этой группы. Больше она нигде не считалась. И там точно был Хармс, и точно был Веденский, но Заболоцкий и Олейников приходились туда как бы по схожести стиля скорее. Собственно, что предлагали нам абориуты? Прочитаю вам кусочек из их манифеста. Наверное, перейду на следующий слайд. Мы не заум, мы не пироги. Кстати, лозунг «Мы не пироги» и другие абсурдные лозунги звучали на единственном выступлении абориутов «Три левых часа». И там были классные лозунги, например, «Дважды два – пять», «Мы не пироги», «Мы не поставщики сезонных, по-моему, овощей», по-моему, стихотворений. В общем, достаточно абсурдные они были. У абориутов, как у всякой порядочной группировки, был свой манифест. Он примерно такой же запутанный, как и все творчество абориутов, но мы попробуем. Не буду я весь манифест переводить, потому что это сложно и невыносимо. Проведу вам часть. «И мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанных тину переживаний и эмоций, ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм». Что-то похожее на кмиизм. Вернем слово в истинное значение. Кто-то и по сейчас величаясь нас заумниками, заумники слова, уже относящиеся к футуризму. Трудно решить, что это такое. Сплошное недоразумение или безвыходное непонимание основ словесного творчества. Нет школы, более враждебной нам, чем заум. Люди реальные и конкретные, до мозга костей, мы первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. В поэзии столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики. Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни. Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной шелухи. Что нам предлагают абриуты? Ну, честно говоря, из манифеста непонятно, что они конкретно предлагают. Понятно, что им не нравятся аммисты, им не нравятся футуристы, им нравится слово, очищенное от шелухи, от литературной шелухи. Ну, насколько я могу это судить, по своему такому некоторому ограниченному пониманию, как будто бы они предлагают взять какое-то слово, знаете, как на иностранном языке. Когда мы начинаем учить новый язык, у нас нет никаких эмоциональных привязок к этому языку. Ну, если это не английский, если мы не фанатеем по английской музыке, фильмам и так далее. И, например, признаваться в любви на русском языке для нас эмоционально окрашено. Это может быть сложно, это не каждому скажешь вообще-то. А на английском языке, на французском, на испанском, да, пф, 10 раз на дню. Нас это не трогает вообще никак. То же самое происходит и с языком у абсурдистов. Нужно избавиться от всех коннотаций и просто использовать слово так, как будто мы видим его впервые. И вообще-то, это серьезная организация. У всех были свои важные расписанные роли. Так, например, Веденский. Помните, да, обаяшку из того угла? А что про него? У него есть свои обязанности. Александр Веденский, крайне левое нашего объединения, разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Веденский разбрасывает действия на куски, но действий не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровывать до конца, то получается в результате видимость бессмыслицы. Почему видимость? Потому что, очевидно, бессмыслицей будет за умное слово. А его в творчестве Веденского нет. Ну, грубо говоря, мы не бессмысленные, потому что за ум бессмысленные, а мы не за ум. Соответственно, мы не бессмысленные. И это, конечно, очаровательно, потому что у нас Веденский назван как чинарь авторитет. И, вероятно, Веденский задавал большую часть этого манифеста, хотя в него вложился и Хармс, и Олейников, и Заболоцкий, и кто только не вложился. Но он авторитет, он крайне левое нашего объединения, кто, вероятно, задавал некоторый такой эстетический порядок. Справедливости ради, Хармс, например, был чинарь-взиральник. Вероятно, его основная задача была взирать. Почему чинарь? Есть несколько мнений. Либо потому, что чин — это как гражданское звание, вот у меня есть какой-то чин, либо это как духовный сан, но, тем не менее, это какое-то приемлемое для них обозначение. Вот мы не хотим быть там поэтами внутри какого-то другого объединения, поэтому мы придумываем собственные чины. И вот, например, Хармс будет чинарем-взиральником. Что же делает Хармс внутри этого всего? Даниил Хармс — поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла. Ну, тоже понятнее не стало, но будто бы если мы попробуем столкнуть несколько предметов, то станет как-то поочевиднее. Я понимаю, что сейчас достаточно сложно понять, что происходит, и это нормально. Настолько сложно, что исследованием абориутов занимается крайне мало народу. Наверное, одна из немногих, ну, не считая каких-то биографических книг, попыток Емпольского разобраться с творчеством Хармса, есть общая работа, которая принадлежит Анне Герасимовой, вы могли ее слышать, она поет под псевдонимом «Умка». И она написала прекрасную диссертацию про проблемы смешного у абориутов, и оно в целом выглядит как достаточно логичное. Все из этого, все, что есть, оно в целом выстраивается в более-менее приличный ряд. Другие же исследователи часто уходят в конкретизацию конкретных, там, конкретизацию конкретных, в конкретизацию творчества определенного автора. Герасимов уже попробовал охватить это целиком. В общем, да, мы попробуем сейчас посмотреть на примерах, будет понятнее, честное слово, будет повеселее. А что придумали для себя абориуты? Они отрицают тоже все, и поэтому у них нет разделения на эстетическое и неэстетическое. Все, куда я не ткнул пальцы, может стать объектом искусства. Поэтому у абсурдистов очень много таких отрывочков, которые не имеют внятного начала, не имеют внятного конца, и все становится таким, как бы, вырванным из контекста. Ну и да, поэтому все, что угодно, может попасть в предмет нашего внимания. Ну и да, тут важное понятие жизнетворчества. У нас обычно поэты XIX века всегда переносили свой истинный облик, свои идеи в произведения. Словно, я Пушкин, я считаю, что декабристское восстание было хорошо, а арестовывать декабристов плохо. Я напишу про это стихотворение. У абсурдистов и у многих ребят из Серебряного века было наоборот. Я весь такой возвышенный туман на своих стихотворениях. Пожалуй, что и в жизни я не буду прямо отвечать ни на один вопрос. Фух, перейдем, наконец-то, к практике. Мы дошли до этого, ура, ура. Давайте посмотрим. Я начну с Хармса. Там не везде указан будет автор ради помещения всего этого на слайд, но мы попробуем почитаем это. Моя любимая миниатюра, с которой, кажется, познакомилась с самой первой и почему-то в детстве, она очень забавная. Миниатюра называется «Вываливающиеся старухи». Я прочитаю для всех, потому что я сама близорука и не всегда вижу с последнего ряда, что написано вообще. Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся. Но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. Вопрос, на что это похоже по форме? Где бы мы могли такое вообще услышать? Ну, теоретически. Не обязательно в литературе вообще. На что похоже? На новостной сюжет. На новостной сюжет, как старухи падали из окна, никто не пострадал, всякие последствия выясняются, что случилось. Еще на что? Вот эти старухи, вываливающиеся из окна. Теоретически похоже на сплетню. Такая не имеющая начала, не имеющая конца, не имеющая внятной морали, но вот старухи вываливаются, вываливаются. Еще, возможно, похоже на городской фольклор. Как однажды к тебе придет старуха и начнет вываливаться из твоего черного-черного окна. А потом вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. А потом появится слепой, ему подарят вязаную шаль. Казалось бы, вообще хэппи-энд в конце. Старухи перестали вываливаться, слепому подарили вязаную шаль. Зачем слепому вязаную шаль, мы не знаем. Может быть, холодно. Но, тем не менее, это хорошая новость. Может быть, он ее заслужил. Он был хорошим слепым. Вот. И тут мы видим, что грань между искусством и неискусством стирается, потому что... Ну, если бы мы были такими снобами 19 века, ну, какое это вообще искусство? В чем мораль? Где глубокая мысль? Там, служение Отечеству или поиск Бога? Ну, как бы сложно найти Бога в шести вываливающихся старухах. Хотя, возможно, здесь есть глубинный смысл, но я, к сожалению, не способна понять глубинный смысл. Если вы мне подскажете, я буду еще рада. Потому что они как раз хотят сделать такое произведение, которое нельзя классифицировать. Это правда. Но... Это правда. Но у них не было прям задачи делать кардинально что-то новое. То есть, как у футуристов, у них не было этого в программе. Они просто пытались смотреть на вещи по-новому, но с точки зрения формы это просто интересно, как нелитературные формы проникают в язык. Мы знаем, что даже если автор не закладывал, то есть он, хочу сделать что-то уникальное, ну, ладно. И хочешь, сделай, но в любом случае на него влияет тот контекст, в котором он вырос, что он читал. И так или иначе, если вы будете долго писать стихотворение, у вас в какой-то момент появится там отсылки к Пушкину, просто потому что вы выросли, скорее всего, на этом. Вы говорите про то, что уникальность и отношение к группам, это же разное деление. Они делают то, что нельзя отнести к какой-то группе, классифицировать нельзя. Внутри литературы? Да. А мы поэтому смотрим на нелитературу? Нелитературу. Ну, вот как бы сплетни, нелитературный формат. Сплетни, это может быть все что угодно, это вообще тоже без группы. Справедливо, но это скорее некоторая окраска. Типа городской фольклор тоже может быть разным. Это может быть анекдот, это может быть присказка, страшилка и так далее. Просто смотрим, на что это похоже по форме, хотя бы немножко. Хоть какие-то логические сяди пытаемся выстроить. Давайте попробуем еще одно. Любимый, я люблю давать ее ученикам в такой антипример, как не надо писать сочинение и эссе. Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарт по сравнению с Пушкиным ничто. Александр Первый, Второй, Третий просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри. Только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь. А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нем писать-то ничего нельзя. Поэтому я буду все-таки писать о Пушкине. Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу. Здесь используется прекрасное свойство текста, которое на пропалу использовал Гоголь до того момента, пока это не стало мейнстримом. Это называется автореферентность. Текст говорит сам о себе. У Гоголя много такого, например, в его произведении Нос. Он в конце говорит, что какая безделица. И зачем это надо было писать? С одной стороны, никакой пользы, но с другой стороны, пользы решительной никакой. И пытается вообще говорить, что не было такой ситуации, не могло ее произойти. Хотя люди поговаривают, мало ли, что случается на Земле. Что мы информативно узнаем из текста? Что у нас есть? Сравнение. Сравнение. Какая иерархия выстраивается? Гоголь лучше Пушкина. Гоголь лучше Пушкина. Ну так, а еще кто есть в этой системе? Пузыри есть. Есть пузыри, а не лучше Пушкина? Нет, конечно. Пузыри это что-то плохое вообще. Пузыри что-то плохое. Так с помощью пузырей мы проводим сравнение. Кто у нас попадает еще в иерархию? Есть политики разные, но все они не что по сравнению с иерархиями. Да, политики вообще императоры, второй, третий. Очень забавно, как императоры просто перечисляются через запятую. Так, еще что знаем? На основе чего делается это сравнение? Почему Гоголь лучше Пушкина, а Пушкин лучше, чем Александр Первый, Второй и Третьей? Потому что он великий поэт. Или пузыри, потому что... Потому что он великий поэт. Что тут может быть непонятного? Действительно. А вот этот вот Пушкин великий поэт, это откуда вообще? Почему мы знаем, что он великий поэт? Это клише просто. Просто клише, да. То, как нас учат в школе, в каких-то институтах. Но что-нибудь сказано про Гоголя? Почему Гоголь более велик, чем Пушкин? Ничего не сказано. Ничего не сказано. Ну, потому что частично Гоголь как бы первый такой абсурдист всея Российской империи. Но мы тут узнаем только про личные предпочтения Хармса. И в целом текст мог бы быть не написан, потому что, ну какая разница? Мы ни к чему не пришли. Мы только выяснили, что Гоголь лучше Пушкина, а Пушкин лучше всех остальных. Значит, Гоголь лучше всех остальных. Такое математическое надо нарисовать было, что вот в Гоголь больше, чем все. И в целом в конце мы возвращаемся к тому, что лучше уж я вообще ничего не напишу. Тем не менее текст уже написан. То есть текст в какой-то момент начинает отрицать сам себя. Ну, потому что а зачем это все было надо? И тут вот грустный Хармс еще. Нет, просто вы знаете, что он ничего не написал? Нет, просто есть текст. А смотря, что мы считаем поднаписал. Вот тут у нас есть проблема с некоторым определением слова написал. Технически он составил буквы в предложение? Составил. Сказал ли он что-то информативное? Сказал. Вроде сказал. А потом говорит, что ничего не напишу. Ну, не написал. Ну, не написал. Дальше ничего не написал. Да. Но перед этим что-то все-таки написал. Вот в этом есть некоторые такие литературные игры абориутов. Мне еще, по-моему, дальше там одно милое стихотворение. Они в целом раздвигают границы дозволенного. Казалось бы, никто не будет считать это искусством. Но абсурдисты могут себе позволить. Но, понятное дело, в тот момент это не опубликовалось. Опять же, до 87-го года мы бы вообще не знали, что есть какие-то взрослые произведения абсурдистов. Они у нас были только для детских журналов, для Чижи Йоши. Больше ни для чего. Хорошо. Идем дальше. Тут ничего не написано. Мы это поняли. Еще одно стихотворение Хармса под названием «Что это было?» Я шел зимой вдоль болота, в галошах, в шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес. К ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки, Какие странные дощечки и непонятные крючки. Это из детского сборника. Может быть, вы с этим уже сталкивались. О чем речь? Что за дощечки и непонятные крючки? Лыжи. Это дощечки или крючки? Дощечки. Так. Дощечки – это коньки. Коньки, да. Мы все разгадали. Классно. Почему лирический герой, вот это вот некоторое «я», ничего не понимает? Что за крючки, дощечки вообще? Какие-то дощечки, крючки. Он видит кого-то вообще. Непонятный человек, это не человек. И он проносится. И обратите внимание, что он видит и крючки, и дощечки в момент, когда он в очках. А в конце он снимает очки. Становится ли это понятнее? Вот этот жест вообще снимания на диване очков, он вообще призван как бы пролить свет на то, что происходит непосредственно. А ничего не меняется. Никакого понимания в дальнейшем не следует. И вот тут мы приближаемся к следующей важной части творчества Абрютов. Это некоторая детскость восприятия. Был такой формалист Шкловский, он много чем примечательный. Нас интересует тем, что он придумал прием, который называется «остранение» от слова «странный». На самом деле, изначально было от слова «отстраненный», но машинистка, когда набивала его статью, подумала, что какое-то неправильное слово и зачеркнул там лишнюю букву. Так вот, «остранение» — попытка посмотреть на вещи так, как будто вы или инопланетянин, или ребеночек, который вообще еще ни лыж, ни конков не видел. Он жил где-нибудь, не знаю, в Грузии, не поднимался в горы, никогда не видел ничего подобного. И здесь мы встаем на позицию этого ребенка и, собственно, смотрим, что это за явление, которое появляется тут. Это позволяет нам несколько вырваться из автоматизации восприятия то, что очень хотели сделать абсурдисты. Они очень хотели, чтобы мы перестали смотреть на вещи, так как на это смотрели наши там золотой век русской литературы, символисты, футуристы. Вот мы абсолютно отказываемся от всего этого кардинально и смотрим на это совсем-совсем по-новому. Хорошо, переходим к следующей важной опции. Это множество действий у абориутов аллогичны, носят ритуальный характер. Может быть, кто-нибудь мне поможет. Что такое ритуал и что такое ритуальный характер? Что это значит вообще? Похороны. Так, только похороны? Да. Так, хорошо, а в чем смысл похорон? Ритуальность — это исторический, привлеченный характер. Совместное проживание и эмоции. Хорошо, хорошо. Вот если я собираюсь со своим психотерапевтом поплакать вместе, то это ритуал? Нет, если вы это каждый понедельник делаете, течение 10 лет, наверное. Ага, ага, окей. Ритмичность какая-то, да, и не только при полной луне. Окей, а почему это не наша традиция, а наш ритуал? Хорошо. На самом деле ответ заключается в том, что традиция — это я знаю, что мне нужно собраться с моим терапевтом в понедельник вам поплакать, что вот, не знаю, на моей лекции никто не пришел, все было плохо. А ритуал — это когда мы собираемся с каким-то человеком, вот он сидит передо мной на кресле, тут сидят платочки, и мы начинаем почему-то плакать. Никто не помнит почему, но знаем, что так надо. Вот это ритуал, когда какое-то истинное значение уже было утрачено. Так, например, похожие, ну, может быть, ритуалы мы видим в повседневной суверенности. Типа, нужно постучать по дереву, нужно пропустить черную кошку, и, кстати, не знаю, что делать, если черная кошка перебежала дорогу, кроме как развернуться. Поплевать нужно куда-то, да, нужно поплевать на левое плечо, почему через левое плечо, непонятно. Там нет кошки уже. И вот эта ритуальность как раз и оказывается важной для творчества абрютов, потому что они показывают, что очень много в мире таких, ну, пустышек. А традиции — это не пустышки? Традиции еще носят какой-то смысл. Типа, почему? Зачем вы ходите, да, в понедельник? Зачем вы ходите? Ну, как бы, я еще помню, зачем я хожу, допустим. А вот если бы я, условно, родила бы дочь, и я такая, вот, обязательно в понедельник ходи к терапевту и сиди там, плачь. И она запомнила только, что надо сидеть и плакать, а что еще делать, она уже не запомнила. Вот это уже... Это нелогичная причина. А? Нелогичная причина, традиция. Еще разок. Если Бога нет, например, зачем вы ходите в церковь? Ну... Ритуал становится уже не традиция, а паспорт. Это зависит от вас. Если вы ходите в церковь, потому что ваш дед ходил, ваш бабушка ходил, папа ходил, мама ходила, и вы тоже не можете не ходить, это ритуал. Но если вы правда считаете, что это для вас важно, и вы разговариваете с Богом в отмен, то это уже даже не традиция, это лишь ваш личный выбор. Вот. Хорошо. Множество действий логичные, имеют ритуальный характер, ритуальный, сохранилась внешняя форма, что там было внутри, мы уже не помним. И юродивость абориутов. Может, кто-нибудь мне тоже подскажет, что такое юродивые? Это кто? Это такие шуты городские, которые могут сказать правду даже государю, и ничего им за это не будет. А почему им ничего не будет? Ну, это... А почему их не трогают? Вот он сказал, что царь дурак. Нет, это шуты. Вот это не совсем шуты. Это истин, истину глаголит, богом тронутый. Ага, а как мы понимаем, что он тронутый богом? Потому что он, в принципе, тронутый, он не может быть каталогом между мирами. Да, это правда. Юродивые должны быть либо ментальные, либо физически калечные, им позволяется говорить что угодно, и считать, что их нужно подкармливать, оберегать, и в целом за счет своей некоторой такой особенности они получают право прикоснуться к каким-то божественным знаниям и транслировать их люду. Поэтому нельзя обижаться на Юродивого. Так, например, у Пушкина тоже, у Бориса Годунова, именно Юродивый подходит к Годуновой и говорит, что вели вот тех мальчишек, которые меня обижают, зарезать так, как ты же зарезал маленького царевича. И как бы намекая ему на то, что он незаконным путем получил власть и вообще всех убил, и Юродивому этому ничего не бывает. Ну да, абориуты выполняют функцию некоторых таких дурачков, которые, если вслушаться в их барбатании, возможно, какую-то истину и глаголят. Посмотрим на автоматизм восприятия чуть-чуть, но тут есть некоторая юродивость, тоже некоторое непонимание. Это стихотворение уже Николая Заболоцкого. Сидит извозчик, как на троне, Из ваты сделана броня, И борода, как на иконе, Лежит монетами звеня, А бедный конь руками машет, То вытянется, как налим, То снова восемь ног сверкает в его блестящем животе. Обратите внимание, снова нет никакого ни начала, ни конца. А что происходит? Что в стихотворении вообще происходит? Какой экшен? Хоть какой-нибудь. Ну, экшен с конем происходит. Что делает конь? Меняется. Он меняется. Так, а где он меняется, в каком методе он изменяется? Руками машет. Ага, есть ли у коня руки? Какие-то руки у коня? Такой конь вообще не доносится определение. Да, определение, непонятно, бедный конь. Мы знаем, что он бедный. Несчастный конь. Он машет руками, и сколько у него рук? Не знаю, что он. Мы с ног, а ног и его восемь. Ног восемь, а рук и не знаем. Хорошо, руки куда-то, руками он машет. Окей. Сидит извозчик, как на троне, Из ваты сделана броня. Ну, тут вроде все нормально. Какой-то на нем тулупчик надет, И борода, как на иконе, Лежит монетами звеня. Почему-то монеты какие-то появились. Можем ли мы попробовать декодировать, что это могло бы быть в реальном мире? Я думаю, что это праздник детский. Новый год. Ага, а где праздник? Извольщик — это Дед Мороз, а конь — это гигантская лошадь, в которой несколько детей. Ага, окей. Все в целом хорошо, а у детей не видно? И праздник не видно. В коне, в коне детей. Это такие троянские дети. Троянские дети с Дедом Морозом. Окей, хорошо. А если мы чуть-чуть еще ближе к реальности, что может быть за монет, извините, на бороде? У нас нет тут сильно бородатых, я прям грущу, никто не подскажет мне. Какой-то иний снежок, да, возможно. Хорошо, допустим, у нас есть извольщик, ему холодно уедет на этом коне. Почему у коня 8 ног? Потому что это машина. Может, извольщик пьяный? Ему кажется, что 8 ног. А он же сверху, там вообще видно сверху сколько ног? Ну, как-то свесится не особо безопасно. Так, еще опции. Когда может быть у коня 8 ног? Включаем себе детскость максимальную. Когда это 2 коня. Когда это 2 коня? Ну, у нас только один. Он бедный. Единственный. Мы точно знаем, что он один. Извольщик один. Куда делся 2 коня? Непонятно. Кто-то лежит на конец. А почему он лежит? Он сидит. Нет, кто-то еще лежит. А мы видим этого кого-то еще? Нет, тогда у него будет как раз он руками махать. Окей. Если он на мой сутки вниз, то будет их восемь. Он вытягивается, он периодически нечистит руками. Ага, ага. Ну, технически, можно сказать, что извольщик на него прилег. Ему как бы свисает. А он сидит. Ладно, ладно, сидит тоже. Кто-то еще бежит на коне. Кто-то бежит на коне. На самом деле, все очень просто. Здесь некоторые оптические люди, если конь очень быстро бежит, кажется, что ног у него 8. Она успевает двоиться. И в целом мы здесь тоже видим некоторую такую еродивость. То есть непонятно, что хотел сказать. Какая это, в общем, какой-то конь. И мы видим, что, ну, чтобы даже ритуальность, наш автоматизм восприятия постоянно сбивается. Нам постоянно говорят, что у коня почему-то руки и ноги. Хотя мы знаем, что ни рук, ни ног у коня нет. У него только копыта. Но, опять же, обращаясь к детскому или юродивому восприятию, это все руки и ноги. Хорошо. Переходим на более энергичность. Выбивается еще в конце, когда рифму нет на последней строке. Да. В писящем животе. Здесь надо заметить, что заболоски и футуристы не учаются. А-а. Заболоски и не футуристы. Футуристы, это же мотив движения. Ага. Когда есть изображения, и кони, в том числе, и не активные изображения, итальянские футуристы, художники. Это правда, но до нас итальянские футуристы не очень дошли. В какой-то момент Топаз Маринетти приехал в Россию, и наши футуристы такие, ты не трушный футурист, уходи. Они не то, чтобы с ним подружились, не то, чтобы были знакомы. Мерцающие ноги, это как бы один из мотивов. Да, интересно, интересно. Но в целом, да. А кто-нибудь знает вообще, как жизнь свою закончила Заболоцкий? Грустный эх был. Потом он перестал быть после того, как его сослали. Да, да, да. Он единственный, кто выжил у всех этих четверых. Но, собственно, какой ценой? Его сначала определили в лагере. И в лагере же он, например, писал перевод на русский язык к слову полку Игореве. И писал стихотворения, которые осуждали абориутов. Но в дальнейшем он вышел из тюрьмы, писал такие советские простенькие стихотворения. Но к концу жизни действительно раскаялся. У него есть стихотворение про трех друзей в плащах, которые ушли от него. И вот он тут один остался. И вообще непонятно, зачем так жить, если никого больше не осталось. Я не согласна, что его были советские простенькие стихотворения. Он просто писал в другом стиле. Если те стихотворения были не худые. Ну, это как бы некоторая вкусовщина. Хотя это его переводом с тобой или как бы этот ценис, по-моему, больше всех остальных. Это правда. Но просто если смотреть это с призмы абориутов, смотреть на его столбцы и смотреть на его более поздние стихотворения, вот в столбцах прям можно копаться. А в стихотворениях в духе, как он называется-то, вот это самое известное, среди других играющих детей, она напоминает лягушонка, и все завершается тем, что есть красота, и почему ей обжестляют люди, созутно, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Ну, оно со столбцами не идет ни в какое сравнение, ни в какое сравнение с точки зрения сложности и вообще некоторой смысла емкости слов. Но, да, ладно, хорошо, они, на мой взгляд, простоваты, но это как бы не популярное мнение, но в целом я его тут не транслирую. Посмотрим на более ритмичное стихотворение. Оно построено тоже на некотором нашей ожидании от него, что это будет некоторая скороговорка. Его нужно читать таким бодрым коммунистическим голосом. Я попробую, но, возможно, не получится. Иван Топорышкин пошел на охоту, С ним пудель пошел, перепрыгнув в забор. Иван, как бревно, повалился в болото, А пудель в реке утонул, как топор. Иван Топорышкин пошел на охоту, С ним пудель в припрыжку пошел на топор. Иван повалился бревном на болото, А пудель в реке перепрыгнул в забор. Иван Топорышкин пошел на охоту, С ним пудель в реке провалился в забор. Иван, как бревно, перепрыгнул в болото, А пудель в припрыжку попал на топор. Как мы видим, это вообще-то детское стихотворение, это иллюстрация из одного из детских журналов, но вот этот вот Иван Топорышкин, такой вот героем практически ехал грека через реку И в целом здесь у нас тоже все построено на том, что можно поменять слова местами, но они в русском языке так классно грамматически совпадают, что вообще не имеет никакого значения, куда он там конкретно попал Ну это просто такой вот легенький пример про Ивана Топорышкина, которым можно проверять внимательных или невнимательных слушателей, если их ничего не смутило, значит они вас не слушают И еще одно, последнее, нет, не последнее, там еще будет проза немножко Еще одно интересное стихотворение уже Николая Олейникова, Олейников характеризуется тотальной иронией, вообще над всем, причем такой иронией, которая включает в свое произведение А потом быстро-быстро-быстро такой, извините, пожалуйста, это случайно, я вот не буду Тут у меня не включено на слайды, но есть прекрасное стихотворение, которое называется «Письмо на рождение дочери начальника», где он рассказывает, что ваша доченька, похоже, узнаю, что в ее лице черты ее папки негодяя Негодяя в лучшем смысле, негодяя в смысле гений, как бы отползает немножко Олейников И здесь тоже достаточно грустная история про некрасивого Чарльза Дарвина, прочитаю вам ее Чарльз Дарвина известный ученый, однажды синичку поймал, ее красотой увлеченной он зорко за ней наблюдал Он видел головку змеиную и рыбий раздвоенный хвост, в движениях что-то мышиное и в лапках подобие звезд «Однако», — подумал Чарльз Дарвин, «однако синичка сложна, с ней рядом я просто бездарен, печушка, а как сложена? Зачем же меня обделила природа своим пирогом? Зачем безобразные щеки всучило и пошлые пятки, и грудь колесом? Тут горько заплакал старик омраченный, он даже стреляться хотел Был Дарвин известный ученый, но он красоты не имел Мы видим тут тоже некоторую иронию над ритуальностью А где тут ритуал сохраненный, бессмысленный, но все еще сохраненный? Вот даже в детстве, в тексте, прям в сюжете, мы пока не смотрим на форму, пока не надо Что хотел делать расстроенный Дарвин? С кем? С собой, да? Во-первых, застрелиться, но по форме разве похоже, что он хотел застрелиться? Тут в целом можно было вполне по своей зрительности, он уже застрелиться хотел Ничего бы не изменилось с точки зрения ритмики Даже застрелиться хотел? Ну что, застреляться это как? А стреляться это как? Типа дуэль, да, он хотел стреляться Синичкой? Возможно, с синичкой Возможно, он хотел застрелить сам себя, но по форме похоже, что ему нужен был кто-то другой А почему я могу назвать это ритуалом? Из-за чего он хотел стреляться? Из-за того, что его оскорбили? Да, его оскорбили Причем оскорбила его синичка Синичка не может держать ответ Но он, используя такие прошлые традиции 19 века Дарвин, 19 века Он все еще хочет с кем-то стреляться Но не видит, с кем он может стреляться И поэтому просто унывает Нужно ему больше стреляться с природой Это же дороже Да, но стреляться с природой Как бы себе дороже Она может и трикошетить Зачем это надо? Мы, кстати, против, это действительно природа Зачем же меня облилила природа? Да, но это было бы совсем абсурдно Почему? Справедливо Но стреляться с природой не имеет прям никакого смысла Поэтому тоже нас выходит на ритуал Ты можешь постреляться с природой Но, возможно, природа стреляет в ответ Береги свои колени Но мы видим, что тут для Дарвина становится Никто не принял внимания вообще, как выглядит синичка Давайте посмотрим на нее, как выглядит синичка Такая чернобыль Да, с специфическими признаками очень У нее головка змеиная, рыбий раздвоенный хвост Какая-то такая синичка В движениях что-то мышиное И в лавках подобие звезд Если вдруг кто-то видел иллюстрации К роману Татьяны Толстой Крысь, вот там была котя Который выглядел примерно вот так же Очень мерзенько Очень плохо Да, синичка такая радиоактивная чуть-чуть И почему-то она нам кажется Ну, подожди, симпатичная синичка, нет? Нет По-разному Но в целом она все еще лучше, чем сам Дарвин Она все еще очень красивая Она все еще крайне разнообразно сложена Ну, просто, возможно, синичка это просто метафора всей природы Все эволюции даже Все эволюции? От рыб к змеям, к мышам и далее Ага, а подобие звезд это что-то? Разве, ну, если лапу вот так вот смотреть Так А звезда будет, рыбьи с хвостом У них же хвосты вот такие вот Ага Типа голова змея, может, как раз таки окрас Симпатичная синичка Нормально, хорошо, оставляй Да, и он может только страдать На самом деле это супер старая тема У Тютчева много такого, где он вообще Вот, коршун летает свободно А я царь земли, природ к земле Ничего не могу сделать Но здесь мы видим, что человек не может просто смириться И такой, какая красивая природа И как вот я, может быть, часть природы Тут Дарвин явно не часть природы И он планирует стреляться Может быть сам собой, может с природой В общем, он крайне этим недоволен Хорошо Переходим еще чуть-чуть У нас скоро начнется грустная часть Последние веселые моментики Меня, как приводит всю литературу, крайне это добавляет Моих учеников обычно тоже Очень советую Это литературные анекдоты Хармса Есть еще некоторые приписанные ему Но не под его авторством Смотрите, на комнате сайте Прям есть подборки текстов Хармса И там оно все есть в нормальном виде Литературные анекдоты Я вам приведу только один большой А потом три маленьких про Пушкина Но сначала один большой Лев Толстой очень любил детей Однажды он шел по Тверскому бульвару И увидел впереди Пушкина Конечно, это уже не ребенок Но это уже подросток Подумал Лев Толстой Все равно, дай догоню и поглажу по головке И побежал догонять Пушкина Пушкин же, не зная толстовских намерений Бросился на утек Пробегая мимо городового Систраш порядка Был возмущен неприличной Быстротой бега в людном месте И бегом стремился вслед С целью остановить Западная пресса потом писала Что в России литераторы Подвергаются преследованиям Со стороны властей Конечно, в нашей нынешней ситуации Звучит не очень весело Но в целом Все еще достаточно смешно Учитывая, что и в тот момент Литераторы подвергались Тоже мог подумать Что вот этот вот Крестьянский мужик погонится Точнее, граф Лев Толстой В костюме крестьянского мужика Погонится за Пушкиным И это будет подвергаться Некоторым преследованиям Ну там еще, да, городовой за ним бежит Прекрасная троица Здесь мы тоже видим Деконструкцию образов Льва Толстого и Пушкина Пушкин вообще во всех его анекдотах Такой немножечко подросток Он хочет, значит, повеселиться Побуянить А Лев Толстой Единственная его характеристика Это то, что он любит детей И то, что он в случае чего Спорит с своей женой Софьей И может кого-нибудь Ударить палкой по голове Тростью И про Пушкина смешная анекдота Гоголь приоделся к Пушкину Пришел к Пушкину и позвонил Пушкин открыл ему и кричит Смотри, Арина Родионовна Я пришел У меня все время от этого анекдота Ощущение такого британского юмора Возможно, я плохо понимаю Британский юмор Но, по-моему, это он И еще парочку Лермонтов хотел у Пушкина Жену увезти На Кавказ Все смотрел на нее Из-за колонн Смотрел Вдруг устудился своих желаний Пушкин думает Зеркало русской революции А я, свинья Пошел, встал перед ним на колени И говорит Пушкин, где твой кинжал? Вот грудь моя Пушкин очень смеялся А тут есть несколько абсурдных идей В целом Где она тут зашифрована? Главная абсурдная идея Ну, несмотря на то, что Вот грудь моя Пушкин Никого не смущает, да? Что Пушкин зеркало русской революции? Вообще Ну, штамп советский Да, да, да Пушкин вообще суперудобно оперировать Он, когда надо Он вообще такой весь за империю За царя А когда не надо Он вообще-то первый социалист на всей Руси И последнее Однажды Пушкин стрелялся с Гоголем Пушкин говорит Стреляй первым ты Как я? Нет ты Ах, я? Нет ты Так и не стали стреляться Так и не выяснили Кто более велик Пушкин или Гоголь Таким образом Мы видим Как литературные анекдоты И в целом Опять же вот эти советские штампы Советские Или в целом Литературные анекдотические Они как бы деконструируются И весь образ Который мы видим В этих анекдотах Это довольно грустный образ Потому что это единственное Что осталось От живых поэтов У которых были свои какие-то Заморочки Прикол Свои жизненные обстоятельства Но мы можем Как сделать литературное ведение Как делать школьные программы Взять только их мысли о родине Размышления о природе А все остальное выкинуть Но в целом поговорить о Пушкине Так как будто это живой человек Было бы довольно весело Приходим к грустной части О чем же вообще Большая часть произведений Взрослых абриутов Но их основные термы Все еще достаточно простые Это тема смерти Одиночества человека Как в мире среди людей Так и в бытии И абсурдность мира И его неустроенность Еще одно стихотворение Олейникова Тихотворение Мы уже приближаемся к концу Все, осталось пару стихотворений Мы скоро закончим Это стихотворение Таракан Я его тоже прочитаю Постараюсь помедленнее И чтобы вы понимали Оно в детском журнале опубликовано Таракан сидит в стакане Ножку рыжую сосет Он попался Он в капкане И теперь он казни ждет Он печальными глазами На диван бросает взгляд Где с ножами, стопорами Вивисекторы сидят У стола лекпом хлопочет Инструменты протирая И под нос себе бормочет Песню тройка удалая Трудно думать обезьяне Мысли нет, она поет Таракан сидит в стакане Ножку рыжую сосет Таракан к стеклу прижался И глядит едва дыша Он бы смерти не боялся Если б знал, что есть душа Но наука доказала, что душа не существует Что печенка, кости, сало Вот что душа образует А есть всего лишь сочленение А потом соединение Против выводов науки Невозможно устоять Таракан сжимая руки Приготовился страдать Вот палач к нему подходит И ощупав ему грудь Он под ребрами находит То, что следует проткнуть И проткнувший Набык валит Таракана, как свинью Громко режет Зубы скалит Уподобленный коню И тогда к нему Толпою Вивисекторы спешат Кто щипцами, кто рукой Таракана потрошат 104 инструмента Рвут на части пациента От увечья и от ран Помирает таракан Он внезапно холодеет В его веке не дрожат Тут опомнились злодеи Попятились назад Все в прошедшем Боль, невзгоды Нету больше ничего И подпочвенные воды Вытекают из него Там щели большого шкапа В семи кинутый Один сын лепечет Папа, папа Бедный сын Но отец его не слышит Потому что он не дышит И стоит над ним Лохматый Вивисектор удалой Безобразный, волосатый Со щипцами и пилой Ты, подлец, носящий брюки Знай, что мертвый таракан Ты мученик науки, а не просто таракан Сторож грубой рукой Из окна его швырнет И во двор вниз головой Наш голубчик упадет На затопленной дорожке Возле саунга крыльца Будет он, задравший ножки Ждать печального конца Его косточки сухие Будет дождик поливать Его глазки голубые Будет курица клевать Форма достаточно детская Очень простые рифмы Типа волосатый лохматый Удалой пилой Ну, ничего сложного Но на самом деле На примере таракана Мы поднимаем прям целый ряд Из инстинциальных вопросов Из того, что смерти бы мы не боялись Если были уверены, что есть душа До некоторых экзекуций Как вы думаете Кто тут может быть В лице этого вивисектора Который, значит, расчленяет Нашего несчастного таракана Что 34-й год? Какие есть опции? Власть Еще какие-нибудь варианты? Кроме власти Вообще, что хотели сделать С тараканчиком-то, вероятно Ну, с бытовой точки зрения Препарировать просто, да Но препарация Препарирование прерывается И наш тараканчик летит из окна В целом Как будто бы освобожденный От этой пытки Но на самом деле Поглощенный ей уже И, наверное Мы пропустим следующее стихотворение Потому что оно достаточно длинное Достаточно печальное И перейдем к последней Давайте еще про таракана Я ничего не понял Давайте про таракана еще Да Зачем мы его Зачем мы на него смотрели? Да Что вы хотели сказать? Смотрите Во-первых С форме детское стихотворение Оно длинное Но вот этот вот тараканчик Который смотрит на него Ножки Ножку рыжую сосет Очень похоже на детское стихотворение Вот тут рядом где-то должен быть маршак Который бы что-то похожее изображал Но если мы начинаем в это вчитываться Это вообще такая трагезия человека Конечно, этот тараканчик Он вообще становится Таким ключевым образом На самом деле почему-то насекомые Чуть пораньше Например, в этот же период У нас становится отображением человека Например, из пьеса Маяковского Клоп Где единственный, кто остается с героем Это клоп В этой бане Нет, это другая пьеса в бане По-моему, в помещении просто он с ним сидит И этот клоп единственное живое И одушевленное в широком смысле понимание Существо, которое есть Никого больше нет Обратите внимание, что у нас из всех Милых, скажем так, персонажей Это только тараканчик Виви-секторы Не звучит так, как будто это что-то человечное Там есть маленький сног Который ждет этого таракана И сам таракан И его экстенциальные переживания Больше ничего другого нет И поэтому Почему интересно В детскую форму заключено довольно Жуткое такое содержание Вот Надеюсь, стало понятнее про тараканчик Точно Собственно Мы закруглим, наверное, нашу лекцию Тем, что почти никого, кроме Заболоцкого В живых не осталось Все по разным причинам погибли Олейников погиб, потому что он под пытками Флона подставил себя Сам Веденский погиб, потому что он Вот он выжил в Харькове Его тоже забрали И он погиб в поезде от болезни И Хармс погиб от истощения В психиатрической больнице И вообще так вышло, что у Хармса Тоже грустная история Если бы, возможно, он не имитировал Психиатрическую болезнь Он, возможно, был бы просто Среди заключенных Которых эвакуировали в тот момент Из блокадного, вообще-то, Ленинграда Единственное, кто выжил в Заболоцке Про Заболоцкого мы уже немножко поговорили Но перед тем, как наша лекция закончится Мы посмотрим на еще одно стихотворение Стихотворение, довольно дающее, мне кажется, надежду И стихотворение, которое поясняет Что, несмотря на то, что жизнь абориутов Так быстро оборвалась Они были все очень молоды У них все еще есть надежда на то, что мы Когда-нибудь хотя бы как авторов Полноценно разыщем, полноценно включим В наш исторический и литературный И художественный контекст И вообще их рукописием Которые были чудом спасены из блокадного Ленинграда Не пропадут зря Стихотворение Хармса из дома вышел человек Из дома вышел человек С дубинкой и мешком И в дальний путь И в дальний путь Отправился пешком Он шел все прямо и вперед И все вперед глядел Не спал, не пил, не пил, не спал Не спал, не пил, не ел И вот однажды на заре Вошел он в темный лес И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез Но если как-нибудь его случится встретить вам Тогда скорее Тогда скорее Скорей скажите нам На этом я хотела завершить нашу лекцию Спасибо вам большое за внимание Буду рада ответить на ваши вопросы У нас вообще есть еще мультфильм по Брюту Мне кажется, too much будет уже Возможно, говоря, что здесь очень жарко Да, 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 да